Доброй ночи, уважаемые подписчики, слушатели и гости канала, врача-психиатра, доктора Джорджа Горбатова. Я продолжаю чтение отрывков, интересных отрывков из глав. С моей точки зрения, которые заинтересуют вас, эти отрывки по времени будут короткими. Петра Петровича Блонского. Из его книги «Психологические очерки» напечатано в библиотеке Вестника Просвещения в Москве в 1927 году. Значит, в настоящем аудиовиде отрезке я буду читать вам об импульсивности примитивного поведения. Среди людей, примером, сравнительно примитивного поведения может служить поведение идиота или новорожденного. Идиот – это не как ругательство, то, что принято сейчас, это заболевание, это врожденное слабоумие. Поведение идиота очень импульсивно, то есть определяется в первую очередь внутренними причинами, лежащими в самом организме. Вот один из детей-идиотов. Даже в минуты спокойствия у ребенка руки и ноги в движении. Обычно он не сидит на месте, толкает все, что попадается, переворачивает стулья и кресла, влезает на мебель, сам по себе без причины хохочет или стучит ногами от гнева. В момент ярости он щиплет или кусает товарищей, иногда кусает свои руки, часто старается лечь животом на стул для мастурбации. В то же время идиоты слабо реагируют на внешние стимулы. Они не смотрят ни на что, не следят глазами за движущимися предметом, не прислушиваются к звукам, не испытывают радости при виде своих, не боятся чужих, не делают попытки уклониться от повторных уколов. У новорожденного в бодрственном состоянии почти нет периодов неподвижности. Ребенок постоянно движет то глазами, то головкой, то возникают местные мимические, то различные силы общие движения. Даже во сне постоянно возникают движения, то местные, то общие, то с криком. При этом у новорожденных отсутствуют изолированные движения. К видимому миру новорожденный апатичен. Таким образом и поведение новорожденного отличается импульсивностью, определяемостью, внутренними причинами и сравнительной апатичностью к внешнему миру. Можно легко предположить, что примитивное живое, в частности нервное вещество, непрочное, нестойкое вещество, склонное к тому, что условно можно назвать самораспадом. Импульсивность примитивного, бодрствующего поведения есть, вероятно, с объективной точки зрения, интенсивный самораспад примитивно-нестойкого нервного вещества. Ну и еще одну подглаву под названием «Повторные движения интеррации». Самым простым видом этого цепного процесса является неопределенно продолжительное, более или менее постоянное, стереотипное повторение одного и того же движения, наблюдаемого у идиотов, безумных, аменция, слабоумных, деменция, шизофреников, больных сифилисом, опухолью и травмой мозга и тому подобное. Эти повторения выражаются в ритмическом движении рукой или ногой, в потирании рук, похлопывании в ладоши, в жевательных движениях, открывании и закрывании рта, кивании головой, перуступании с ноги на ногу, в сгибательных движениях туловища и прочее. Эти стереотипные повторные движения или итерации, итерация – это означает с латинского повторения, наблюдается и в речи, а также и в письме, больной твердит или пишет все время одну и ту же фразу, одни и те же слова, слоги, не может кончить или, например, написав «мама», последняя «а» повторяет до бесконечности. Эти повторные движения наблюдаются не только у больных. Ритмические движения конечности и губ новорожденного младенца, переходящие в более сложные итерации во второй половине первого года жизни, бросание, стучание, закрывание, открывание и т.д., кончая лепетом одних и тех же слов и слогов, типичные итерации. Некоторые психологи, например, Болдвин, ошибочно говорят в этом случае о самоподражании, ну и взрослого человека особенно. При ослаблении, бодрствующей жизни можно наблюдать итерации во время трудной работы или усталости, повторения одних и тех же движений или фраз и слов. При бесцельном поведении, например, автоматическое черчение одних и тех же штрихов, писания одного и того же слова и в состоянии сильной эмоции, тоски, радости, твердит или поет одно и то же. Раз мы наблюдаем итерации у идиотов, слабоумных, младенцам, словом, при слабом бодрствовании, то, вероятно, итерация – примитивное явление. В самом деле, так называемые растительные функции, дыхание, сердцебиение, пищеварение – это итеративные функции, то есть повторяемые, и наиболее архаическая мускулатура. Гладкая мускулатура внутренностных органов характеризуется как раз повторными ритмическими движениями. Именно наиболее древние движения организма являются ритмическими итерациями. Инстинктивные движения также состоят преимущественно из итераций – ходьба, летание, плавание и тому подобное – это итерации. Ну, вот так вот. Вот такое коротенькое сообщение. Думаю, оно тоже вызовет некоторый интерес. Поэтому я, доктор Джордж Горбатов, заканчиваю ощущение этого маленького такого отрывочка. Благодарю за внимание и прощаюсь с вами до следующего ощущения. Спасибо и до свидания.